Шалом! И духовностью практически не существует. Для примера Ребе привел слово «хомер» – «материя». В этом слове сочетаются буквы, из которых можно построить слово «руах» – «дух». Нужно только забрать буковку «мен». Если ты посмотришь отсюда, этот мир очень материальный. Но если ты посмотришь с другой стороны, он будет духовным. И вот у меня такая мысль появилась. Буква «мен» по своему цифровому значению, по гематрии – 40. Наши предки 40 лет ходили по пустыне. 40 дней длился потоп. Вот эта буква «мен», вот эти 40, напоминает нам очень важную вещь. Для того, чтобы ты увидел духовность этого мира, тебе просто, видимо, нужно забрать эту букву 40. Наши мудрецы в Мишне, Перкеевод, говорят, «Человек, который возлагает на себя бремя Торы, он снимает с себя постоянную заботу и переживания о власти и о хлебе насущном». А тот, кто снимает с себя бремя Торы, он, наоборот, подвергает себя, он одевает на себя, как корону, вот эту постоянную заботу, что на него влияет сейчас в мире, как на него влияют войны, разные перемещения, разные невзгоды. И то же самое – поиск парносы, поиск хлеба насущного. В чем опасна вот эта постоянная забота, когда ты смотришь новости? «Ой, случилось это! Случилось это! Случилось это! У меня нет денег, у меня нет того! Что будет?» Отчаяние. Самое тяжелое, что может быть в мире – это отчаяние. К этому отчаянию можно прийти тогда, когда нет веры во Всевышнего, когда ты смотришь на этот мир как абсолютную материальность. Поэтому желаю всем нашим зрителям больше веры, больше духа. Благословляю всех тех, кто помогает нам распространить вот с помощью этого канала вот эту веру, мудрость и знание в том, что этим миром управляет Творец. Спасибо вам! Шалам!